И снова всем welcome, это снова я, DNGP. Сегодня у нас хорошая погода, расскажу вам немного про налоги в Японии, как я подавал налоговую декларацию, что нужно для этого, как вообще вернуть подоходный налог, который вы платили, например, работая в Японии. Но сначала нам нужно собрать все чеки, которые вы получали, например, вы что-то покупали для работы, либо вы тратили на медицинское обслуживание, это все собирается, обязательно группируется по наименованиям организации, где это вы покупали или где вы оплачивали медицинские услуги. Если у вас превышает 100 тысяч йен данные затраты, то вы имеете право подать на возврат подоходного налога, я не помню сколько там размер, но по-моему около 5, возможно 5-10% от уплачиваемого налога вам могут вернуть. И от потраченной суммы, естественно. То есть, если это 100 тысяч, то примерно 5 тысяч йен где-то так вам будут возвращать. Значит, все эти чеки собираются, идете в местный такс-офис. Такс-офис обычно находится где-то рядом с муниципалитетом, там вы спокойно можете спросить в муниципалитете, где он находится, ваш такс-офис, и вам дадут даже карту и подскажут, куда подойти. После того, когда вы уже получили это направление в этот такс-офис, ну, можете прийти туда, обычно там очень большая очередь. Когда я там был, где-то было человек 100, может быть 200, там сначала они ожидали перед дверью на то, чтобы зарегистрироваться там. Потом они ожидали также в очереди там, около тоже 30 человек очередь была до стойки регистрации, чтобы начать вообще регистрировать вот эти налоги. А потом еще столько же, где-то 30-40 человек там ожидания на то, чтобы заполнить это на компьютере. То есть сначала заполняется это на бумаге, вы приносите все свои квитанции, все об оплате, все, что вы потратили. После этого вы также указываете, если у вас был какой-то либо дополнительный доход. Вот у меня в моем случае была подработка, так как у меня ЭДЖКЕН, я могу подрабатывать. Я принес документы, то, что сколько я заработал по подработке, сколько я также потратил на медицину и на стоматологию, на всякие там по работе, там если я ездил. И все это дело там считается, там большая очень таблица, что-то порядка 40 строк для заполнения, но вам все не надо заполнить, он там подскажет. Там обычно консультанты все есть, они подсказывают, что именно заполнить. Но очень важно, чтобы вы имели хотя бы нормальный разговорный японский язык. В противном случае, ну, либо хотя бы английский, там есть по-английски, кто разговаривает, но если же вы с трудом можете говорить на японском или на английском, то, скорее всего, вам не смогут там помочь. И вам нужно будет все заполнять самим. Да, в этом плане, конечно, небольшие неудобства есть. Что касается вообще заполнения, то есть сначала от руки там заполняется все в бумажном варианте, когда бумажный вариант заполнен, вам нужно все это будет зарегистрировать его еще в системе, в электронной, в их ней. Туда я рекомендую принести карточку My Number Card. Это местная карта, как ID она называется, да, там, где учитываются все налоги, всякие отчисления, все-все-все. Данная карточка получается также в муниципалитете, там есть пароль на ней, есть четырехзначный, есть шестизначный. Данный пароль нужно заполнять и не забывать, потому что если вы забыли пароль, то восстановление потребует какое-то время. Также нужен телефон, либо смартфон с NFC-считывателем, либо вы можете это сделать там на компьютере. То есть два варианта входа. То есть если вы знаете свой пароль, у вас карточка, и у вас это My Number, я имею в виду, и у вас телефон с NFC-считывателем, то вы можете зайти, залогиниться там в их местной e-tax-системе через My Number карточку. Если же у вас нет карточки, либо вы забыли пароль, либо у вас телефон не читает NFC, то в этом случае там вам нужно будет зарегистрироваться на сайте в e-tax. Это там прям в офисе делается, они помогут это сделать. И с этим логином, паролем там вы уже заходите и начинаете заполнять ваши данные по налогам. Данные по налогам заполняются тоже с консультантом. Она вам подскажет, где как лучше заполнить, чтобы вы ничего не ошиблись, ничего не пропустили. Обязательно также указывается количество иждивенцев, это сколько человек с вами проживает, работают ли они, не работают, дети, если есть, тоже. Все это указывается там, потому что по каждому человеку тоже идет дополнительный вычет налоговый. Естественно, если вы живете и работает у вас двое уже в семье, там, соответственно, вычет меньше идет. У меня получилось так, что все мои налоги по подработке, которые я должен был заплатить, перекрывались моими расходами. То есть, моих расходов было больше, чем, то есть, возмещение подоходного налога было больше, чем я должен заплатить налоги. Поэтому все нормально. Но некоторые люди не платят налоги и там какие-то байты, потому что обычно байты ничего никуда, ни документы не подает. Вот, и многие как бы просто это, ну, не учитывают, не платят это. Но это все на их совести. Я бы рекомендовал платить, потому что в случае, если окажется, что они вас поймают или найдут, что вы не платили налоги, но при этом вы где-то работали и какая-то фирма подаст документы и информацию о вас в налоговую, то там очень большие штрафы. Я не рекомендую так поступать. Лучше все делать в соответствии с законом. Так вот, после заполнения на компьютере или на телефоне, да, на смартфоне, вы уже как бы заканчиваете. То есть, вам скажут, сколько вам платить налога, если вам нужен платить налог. Если же не нужно платить налог, скажут просто, что нет, все нормально, вы можете идти домой и спокойно ничего не надо оплачивать. Да, это как бы процедура вообще на самом деле не такая уж долгая, если знать, что как делать. Но в связи с тем, что большая очередь, она может затянуться часа на два, на три, поэтому найдите время. Это обычно в будний день, опять же скажу, потому что в выходные они этого не делают. Обычно это будний день и вам нужно будет либо отпрашиваться с работы, либо еще как-то там с учебой и заполнять налоговую декларацию. Да, время, срок подачи этой декларации с 15 февраля по 15 марта, но говорят, что можно и на возмещение подать и за последние три года. То есть, если вы где-то там пропустили, забыли там, то потом можно будет подать. Но вот за налог, за уплату налога, то, что вы там по доходу что-то заработали где-то на байта, это обычно подается на следующий год. То есть, вот год прошел и вот на следующий год 15 февраля с 15 по 15 марта это все дело подается. Но в целом все, я думаю. Да, если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Также не забывайте подписываться, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Ну и у меня также есть телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале, новые видео. Все, всю информацию я там также управляю. Так что, если есть желание, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну все, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok